За окнами льет очень сильный дождь, а я просто захотела снять для вас душевное видео с совершенно другим монтажом, с другой цветокоррекцией, просто поделиться с вами своей жизнью, через что я прошла, через что я перепрыгнула и какие ошибки я совершила в своей жизни. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Да-да, вы не ослышались. Сегодня я расскажу вам практически всю информацию о своей жизни. Я очень давно хотела снять такое душевное видео, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, или, возможно, наливайте бутылочку с водой, как это сделала я, и сегодня мы с вами душевно поболтаем. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, а потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Я не буду медлить, и в сегодняшнем видео вы узнаете обо мне все. Почему же многие считают меня богатой стервой, дурочкой, которая не понимает, что делает в своей жизни, или же просто дочкой папы, который постоянно заходит ко мне в комнату и спрашивает, как дела? Да, часто используемый комментарий. В этом ролике вы найдете ответы на все вопросы, которые вас интересовали, и почему же все-таки иногда я преподношу себя со стороны стервочки. Ну, как многие думают, на самом деле это далеко не так. Все ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Вступай в семью Аркелянчиков, приятно познакомиться, я Карина Аркелян, и это видео о моей жизни. Поехали! Все темы я записала в телефон, чтобы по очереди вам рассказывать и объяснять вообще, с чего все началось. Первое. Как я начала снимать? Я уже вроде не один раз отвечала на этот вопрос, но отвечу еще раз. Снимать я начала в далеком 2014 году, когда моя двоюродная сестра Роксана, которая живет в Израиле, скинула мне ролик Саши Спилберг. Как круто быть девочкой. Именно тогда я наткнулась на платформу YouTube и после этого видео начала смотреть других блогеров. До этого я всегда снимала видео в свою фотопленку, показывала свою квартиру, что в моем телефоне, ну просто так, не зная, что даже раньше был такой тренд. Просто все-все-все видео снимала на телефон или же на планшет для себя, никому не показывая, максимум родителям. Ну и после этого я поняла, а почему бы мне тоже не стать блогером, когда я увидела видео, как выложить ролик на YouTube. Я поняла, что ого, это могут делать все, и почему бы мне не попробовать выложить какое-то видео на свой канал. Я подбежала к своей маме и сказала, мам, помоги мне создать канал. Она к этому отнеслась как, ну, к очередному хобби, потому что я, по-моему, что-то еще снимала в музыкальные приложения, поэтому с радостью помогла мне в этом деле. И назвала я свой канал, спустя очень долгое время раздумий, Карина Смайл. Почему Смайл? Да потому что, попадая на мой канал, я хотела, чтобы каждый зритель улыбался и получал незабываемые эмоции. Я тогда вкладывала и вкладываю по сей день всю душу в свои видео, и хочу, чтобы они нравились каждому человеку. Первый ролик, который я выложила на свой YouTube-канал, это что в моем телефоне и благополучно удалила на следующий день. Я думаю, с этого начинал каждый начинающий видеоблогер, который думал, ну, блин, я удалю это видео, потому что могу снять лучшее. Ну и первое видео, которое по сей день висит на моем канале, я, когда его создала, снимала музыкальные клипы, как я сказала, и выложила один из клипов под музыку. Нарезку вы сейчас видите на своих экранах. Да, я была такая маленькая, писала с ошибками, и мне даже моя подруга на то время помогла выложить это видео. И я думала, что всё, сейчас полетят просмотры, и сейчас у меня будут лететь подписчики. Но не тут-то было, вы не подумайте, что я ждала огромного количества подписчиков. Когда на меня подписался первый человек, я помню свою реакцию, я была удивлена. Я была в шоке от того, что меня может смотреть хотя бы один человек, и вы не представляете, какие это были незабываемые эмоции. Мне интересно, что это был за человек, который первым писался на мой YouTube-канал. Я бы его расцеловала сейчас просто потому, что мои эмоции просто невозможно было описать словами. Ну и тогда я продолжала снимать видео. Выпускала их очень много, каждый день, по два, по три, по четыре раза в день. И гордилась тем, что да, мне нравится это делать. Я покупала станки с резиночками, лила и делала какие-то незабываемые подделки, которые до сих пор хранятся у меня ещё в центре, я сейчас за городом. Я, возможно, их вам покажу в своём инстаграме. Туда я вообще выкладываю очень много всего интересного и душевного. Ну и продолжала я снимать постоянно, и сразу же отвечу на вопрос, прекращала ли ты когда-то своё вот это любимое дело о съёмке и видео на YouTube. Нет, никогда не прекращала, и мне всегда нравилось снимать, и я даже никогда не задумывалась о том, что могу удалить канал. Нет, мне никогда это даже в голову не приходило. Тогда были летние каникулы, и я познакомилась с девочкой, которую звали Ксюша. Тоже об этой истории я вам рассказывала, но хочу начать с самого-самого начала, чтобы был какой-то фундамент, чтобы потом я окончательно построила дом, и чтобы вы поняли, какую картину я хочу построить и какую информацию донести до вас. Эта девочка Ксюша очень мне завидовала и тоже создала канал. И когда я к ней приходила в гости, ей, по-моему, было лет 9, а мне 11. Отойдя в туалет, у меня тогда пароль на телефоне не стояла, она просто все ролики, которые я снимала, удалила. Ну, просто-напросто зашла на канал и удалила. Зайдя с ее компьютера, не проверяя свой канал, я удивилась и не могла понять, почему все ролики на моем канале пропали. До последнего она не сознавалась и говорила, «Карин, офигеть, я не знаю». И я помню, я от полного шока сняла ролик, где сказала, «Ребята, почему пропали все ролики на моем канале?» И эта Ксюша еще в этом видео участвовала и говорила, «Ребятки, я не знаю, представляете, вот мы с Кариной сидели, и какого-то фига ролики пропали, представляете, пока она ходила в туалет». У моего папы были включены уведомления о новых видео. Он увидел этот ролик и позвал домой. Сказал, «Карин, приходи домой, не ведись на эту херню», и сразу же мне все объяснил. После этого я написала Ксюше, этой девочке она начала плакать, говорила, «Прости, я тебе завидовала, я удалила все твои видео». И с этого началась вся моя история. Вот этот первый ролик, нарезку которого я вам показывала, он единственный сохранился с таких давних времен, и я его очень берегу и ценю этим видео, потому что это незабываемые воспоминания. Ну а те ролики, которые она удалила, к сожалению, уже никак не восстановить. Ну и приступим ко второй теме, которую я записала, так как про начало своего блогинга я вам уже рассказала. Обвинение в накрутке. Да, вам не послышалось, меня обвиняли в накрутке, и не один раз. За лето я набрала очень много подписчиков, где-то 30 тысяч, и для меня это было очень много. То есть я прям плакала от счастья, проводила всякие конкурсы на игрушки, которые я покупала, которые покупали мне родители, на мои подделки из резинок, на всякую одежду. И тогда у меня появились первые зрители, да, я совершала ошибки, иногда говорила всякие глупости на своем канале, наподобие того, что вот я, например, в приветствии завязала себе, ну, сделала пучок на голове и такая, блин, вот кому не нравится, проваливайте с моего канала. Ну, как бы я не понимала, что аудитория это те люди, которые будут смотреть твои видео всегда, и как бы, естественно, они имеют свое мнение. Возможно, вам не понравился мой прошлый ролик, и вы написали об этом в комментариях, но понравится этот, это абсолютно нормально, у каждого человека есть свое мнение. Ну и вот, когда у меня начали расти подписчики после видео, как я делаю уроки. Да, я выложила этот ролик, потому что был какой-то тренд на ютубе, типа, снимать, как ты делаешь уроки, что в твоих ежедневниках и так далее. Я выложила, ну, просто шуточное, угарное до ужаса видео, как я делаю уроки, и реально описала, как я делаю уроки, прям вот списываю, бегаю по столу, прям так и было написано в названии этого видео, где я звоню подружке и говорю, дашь мне списать? И реально отправляла ей голосовые сообщения ради звука вначале, когда ты нажимаешь на микрофончик. Я снимала это видео просто с улыбкой и понимала, что некоторые не воспримут мой юмор всерьез. Как и произошло, это видео набрало, ну, достаточно много дизлайков, но оно очень зашло, по-моему, там уже полмиллиона просмотров. Для меня на то время хотя бы 100 тысяч просмотров, это было огромным количеством, и вы не представляете, как я охерела от того, что видео может набрать столько просмотров. Для меня это было невероятным удивлением, и когда у меня полетели подписчики, а лето уже закончилось, и я тогда только-только пошла в школу, и, кстати, впервые влюбилась, меня начали обвинять в накрутке. Именно поэтому я так и назвала нашу вторую тему. Обвиняли меня по-жёсткому. Писали в комментариях все мои подписчики, «Карина, ты что, нашла сайт для накрутки?» «А я видела тебя на сайте с накруткой!» Мои друзья в школе, с которыми я вот-вот познакомилась, говорили мне, «Карин, ну вот тебе не стыдно? Ну, мы же видим, как летят твои просмотры и подписчики, ты накручиваешь, у тебя ничего не получится». В это время под шумок начали подслушивать учителя, о чём мы говорим. Это была, по-моему, начальная школа, или... Не помню, но у нас был один преподаватель, который вёл все предметы. Это, по-моему, был класс четвёртый, если я не ошибаюсь. И она тогда говорила, «Карин, лучше не занимайся всякими этими глупостями. Поучи вот русский язык, ты не знаешь, что такое подлежащее и сказуемое». Ну, знаете, вот такой бред, она подшучивала, но намекала мне на то, что мне нужно прекратить снимать видео, и что это не моё. Так и делал каждый этноклассник. А я была такой прям хулиганкой, которая любила попакостить, там, я не знаю, крикнуть слово «жопа» на весь класс, или как-нибудь сматериться. Я тогда думала, что слово «капец!» — это мат! Я тогда совершенно не материлась. Ну и сейчас как бы я знаю все эти слова, но часто пытаюсь их не использовать. Только по нужде. Ну и вот, каждый человек класса до, наверное, пятого обвинял меня в накрутке и говорил, «Карин, да тебе никто не поверит, ну ты чё, у тебя уже 100 тысяч подписчиков!» Да-да, стукнуло 100 тысяч. «И тебе никто не поверит, ты накручиваешь, у тебя ужасные видео!» Но я никого не слушала, и действительно даже не была знакома со словом «накрутка». Я не понимала, что это такое, потому что в жизни я никогда не заходила на подобные сайты и считала, что, ну, а смысл делать это ради других, показывать, сколько у меня подписчиков, хотя на меня якобы с сайта накрутки подписаны неживые аккаунты, а нахера-то надо. Нужна живая аудитория, которым действительно нравятся твои видео и которые ценят тебя, понимают тебя и поддерживают тебя в любой ситуации. Я никогда не понимала, зачем нужно накручивать, для чего это нужно и с какой целью некоторые люди этим занимаются, и как бы, наверное, те, которые говорили, что я накручиваю, пытались это сделать. И я помню, я даже познакомилась с девочкой, которая только-только создала канал, и на следующий день у нее было 10 тысяч подписчиков, и она не имела ни одного ролика на канале. Ну, как бы это вообще как возможно? Не выложить ни одного видео, и у нее уже 10 тысяч. Камон, что за бред? Ну и в итоге, да, меня сильно обвиняли в накрутке, но я никого не слушала. Приступаем к следующей теме, под номером 3. Унижение в школе. Да, меня унижали в школе, и унижали меня очень серьезно, доводили меня до истерики, до того, что я даже несколько раз ходила по психологам, и я никому об этом не говорила. Ну, естественно, по детским психологам. Как я уже говорила вам во второй теме, что я влюбилась. Я влюбилась в мальчика, и про свою первую любовь у меня есть отдельное видео на канале. Я помню, я выложила клип, который, по-моему, сохранился на моем канале, где я пела «А вы не знаете, почему живот болит? Там же сдохли все бабочки до одной. Это не я, сердце мое скулит, напоминает, чувствует себя живой». В общем, да, я пела душевную песню, которую я постоянно слушала, и на следующий день, после того, как я выложила это видео, придя в школу, это были мои первые унижения, с девочками, с которыми я общалась, они прекратили со мной общение и просто начали петь, когда я проходила мимо них эту песню, то есть передразнивать меня. «А ты не знаешь, почему живот болит?» И я постоянно, проходя мимо, это слушала, и все старшеклассники рядом подпевали и угорали, вся школа посмотрела это видео и не понимала, нахера я выложила этот музыкальный клип, и действительно не ценили даже того, что у меня на душе. Я не воспринимала это всерьез и всегда реагировала на это с юмором. То есть они идут, поют эту песню у меня за спиной, подкалывают меня, а я просто улыбаюсь, я иду и как бы делаю вид, что мне весело, что я как бы, да, тоже сама это выложила шуткой. Но на самом деле мне было очень обидно, и иногда заходя в туалет, я просто плакала, ну потому что чувствовала обиду и не понимала, почему никто меня не поддерживает в моем любимом деле. Ну и когда мне поперли подписчики, как я вам уже сказала, многие девочки тоже решили, резко решили, что станут блогерами, и начали выкладывать ролики на YouTube, уверяя и даже споря со мной, крича за спиной, что они добьются большего, что они накрутят большего, и что будут они круче, чем я. Я, слушая эти слова, просто улыбалась и говорила, ну хорошо, снимай, я буду рада за тебя. И они действительно снимали видео, и иногда пытались со мной подружиться, ради того, чтобы узнать, а как я сделала этот переход, а как я научилась монтировать, а как я сделала то, а как я сделала это, а потом обратно говорили про меня гадости за спиной, и прекращали общаться. Я была и до сих пор есть очень добрый человек, и всегда, когда ко мне обращаются за помощью, я помогу. Но когда ко мне тогда обращались, я не понимала, зачем люди так себя ведут, обращаются ко мне, а потом просто пытаются меня как-то унизить. И унижений было очень-очень много, вы не представляете, насколько. Я ежедневно сталкивалась с оскорблениями. Из-за того, что у меня был сильнейший стресс на то время, я очень сильно набрала вес, и весила, по-моему, ну килограмм семьдесят. И меня тогда еще очень сильно гнобили и называли меня толстой. Говорили, ты толстая, ты жирная, ты ужасная, ой, а у тебя ширинка расстегнута, ну ты и сними что-то до конца, у тебя там целлюлит, мы все поржем. Да, вот такие фразы проскальзывали, и мне было безумно неприятно. Через унижение, я уверена, прошла каждая девочка, которая пытается быть доброй, или просто которая не заслужила понимания своих одноклассников, или же просто связалась со стервочками, которые любят распускать слухи, говорить, что ты сделала то, это, хотя на самом деле это даже не знакомо с этими словами. Зависти в моей жизни было очень много. Я помню даже, когда я позвала девочку, которая до этого со мной хорошо общалась, и потом передразнивала меня и пела ту самую песню в гости. Она пришла ко мне в гости, а я тогда уже как бы начинала материться, и считала, что это круто. Я уверена, что через это прошел каждый. И я тогда смастерила своими руками фон. Я купила в магазине, где продается все для того, чтобы делать что-то своими руками, там всякая полимерная калина, ножнички, краски. Там были вот такие вот холсты, по-моему, А2 цветные, для того, чтобы на них рисовать, как цветная прочная бумага. И я просто смастерила фон для видео своими руками, наклеила его на стену, потому что снимать было негде, и попросила свою подругу наблюдать за фокусом, потому что тогда у меня только-только появилась камера, которую мне отдала моя мама. Это был ее самый первый фотоаппарат, на который она даже фотографировала мое детство. И там была функция съемки видео. Но снимала камера, к сожалению, по 15 минут. И я просто всегда пыталась уложиться в это время, чтобы снять какой-то контент для вас. Ну и тогда я просто снимала видео, и у меня что-то не получалось, и я просто, ну, выкрикивала какие-то матерные слова. Мы были одни дома. Ну, как бы в шутку. А она это решила подснять. Тогда истории, по-моему, не было, и она просто вот так вот снимала и угорала. Ну и что вы думаете? В итоге, через несколько дней, когда она начала меня подкалывать, я увидела это видео в интернете. Тогда только появилась группа анти-Карина Аркелян. Знаете, вот у каждых блогеров раньше были такие группы, когда их унижали, говорили, «Ой, тут то не так, тут это не так». Короче, просто группы, где собираются антифанаты, которые против меня. И тогда я не понимала, почему ко мне так относятся, и почему такое выкладывают. Ведь каждый человек учится на своих ошибках. Даже есть такая поговорка. Ну и зависти было просто чересчур много. Распускали слухи, говорили учителям про то, какое я дерьмо. А я тогда была прям такой искренней, доброй девочкой, и постоянно на уроках ела. Это была моя ошибка. Я постоянно, когда шла до школы, забегала в магазинчик и покупала всякие леденцы, шоколадки, и угощала практически всех своих подруг, подруг в классе. И тоже очень сильно набирала вес. Насчет того, что меня обзывали жирно, это тоже была отдельная история. Я тогда была вообще привязана к еде, даже приклеена на суперклей, и я не могла даже на уроке обойтись без какой-то вкусняшки. Ну и теперь мы подбираемся с вами к следующей теме. Договорив про унижение, я думаю, и так понятно, мы еще не раз к этой теме сегодня с вами вернемся. Мои первые отношения. Название четвертой темы. Это был, по-моему, шестой или пятый класс, когда ко мне подбежал мальчик и со Стёбом сказал «Охереть! Посмотрите! У нее 50 тысяч подписчиков! А можно с тобой сфотографироваться?» И он просто подбежал ко мне, и он был из старших классов, по-моему, класс седьмой на то время. И я с ним сфотографировалась, потому что это был, по-моему, второй или третий человек, который подошел ко мне сфоткаться. Я понимала, что это Стёб, он постоянно угорал надо мной, и когда я лишний раз мимо него проходила, он орал «А можно сфоткаться? А можно сфоткаться?» «Дай автограф! Я твоим автографом жопу вытру!» Меня так задела эта фраза, я помню на то время, что мне аж реально перехотелось снимать на время. Но я все равно не забросила свое любимое дело. Ну и вот он подбегает ко мне с просьбой сфотографироваться. Я не отказываю, и потом он выкладывает в группу нашей школы, тогда я только о ней узнала, и подписал «Я сфоткался с популярной блогершей! Теперь вы можете мне отс...» Ну, я запикала это слово, но я думаю, оно понятно вам. Как бы просто вот настолько меня подстёбывали, и да, этот человек стал моим первым парнем. Прошёл примерно год, это был шестой класс, и я уже тогда выросла, у меня уже начала появляться аудитория, внешность более-менее поменялась, и как бы мы с ним так познакомились. Он употреблял наркотики, я сразу вам говорю об этом, очень много пил, и разводил девушек на то самое. Я думаю, вы и так уже поняли, о чём я говорю. Слава богу, я этому не поддалась, и по сей день не поддаюсь, как бы потому, что я считаю, что... Неважно, что я считаю, поговорю об этом с вами в инстаграме. Ну вот, мы хорошо с ним познакомились, и потом он мне предложил встречаться. Он хотел развести меня на какие-то пошлые фотографии, я ничего ему ни разу не отправляла, на какую-то интимную близость, естественно, чему я тоже не поддалась. Поцелуи были, я этого не скрываю, но в итоге он просто пытался какую-то информацию обо мне слить, что-то не так рассказать, и просто выжать из меня всё, что я только не говорила людям, которые не так близки. Якобы он засчитался моим близким человеком, и я доверяла ему многие вещи, о которых потом узнала вся школа, только они были рассказаны им раз в десять хуже, отвратительнее, и, в общем, меня не воспринимали в школе адекватно, относились ко мне вообще не круто. У меня были, естественно, некоторые подруги, у меня есть видео на канале, где я про них рассказала, которые тоже меня предали, сказали от слов учительницы, что я их тяну на дно, ну и в итоге я забила и поняла, что в этой школе у меня друзей никогда не будет. Я переводилась в классы из одного в другой, из одного в другой, и я не понимала, возможно, в каком-то другом классе я найду хороших друзей, но ни одного нормального, адекватного человека я так и не нашла. Ну и да, провстречалась я с этим выродком где-то месяца три, ну и мы закончили на этом общение, потому что я тогда не была знакома, да, со всякими вот этими веществами, имеется в виду, не знала даже, что это такое, и слава богу, я никогда не пробовала ничего подобного, и нахер мне вот это все не нужно, это отврат. Но когда мы собирались у него дома, компанией, или у его друзей, компанией, я не понимала, почему они держат в руке очень странную вещь, из которой что-то вдыхают и выдыхают. Я не понимала, что это, мне они этого не предлагали, слава богу, но я думаю, люди, которые, возможно, как-то в этом разбираются или видели в интернете, знают, о чем я говорю, вот, и они тупо употребляли очень ужасные вещества, которые, я думаю, можно назвать наркотическими. Слава богу, я прекратила с ним общение, он сам меня бросил, я помню, мы гуляли, и он говорил, слушай, вот нам даже не о чем поговорить, вот у меня завтра бабушка уезжает, может быть, ко мне домой заскочишь, ну то есть, я даже не понимала, что такое нормальное отношение. Перед этим я еще общалась с мальчиком, вот с этой первой любовью, о которой я вам говорила, но он не был готов к отношениям, и, по-моему, ему нравилась другая девочка, я как-то опустила эту тему, у нас были какие-то мутки, но они на протяжении двух недель продолжались, и мы как бы просто потом общались, и встречаться я начала с этим мальчиком, вот, про которого я сейчас говорю только назло этому, в кого я по-настоящему влюбилась, ну как бы, знаете, детские такие мутки, непонятная херня, вот, и поэтому просто повстречалась, и так прилетел мой учебный год, с унижениями, с ужасными отношениями, именно этот учебный год, да, унижения были и до этого, ну и наступили летние каникулы, я обрадовалась тому, что я закончу общение со всеми этими людьми, которые меня унижали, которые хотели меня задеть, которые считали, что я не тот человек, который достоин общения с ними, и что вообще блогеры это не хобби, это вообще какие-то неадекватные люди, которые начинают снимать, но это просто неадекватное их мнение было, которое никому не всралось, ну как я сейчас считаю, и мы приступаем с вами к следующей теме, которая называется переезд. Под конец этих летних каникул, закончив шестой класс, я продолжала с некоторыми общаться, нашла какую-то странную компанию, о которой я сейчас поскорее хочу позабыть, у меня были какие-то мутки с каким-то мальчиком, ну как бы не отношения, мы просто как бы симпатизировали друг другу, и под конец летних каникул родители мне сообщили, что мы переезжаем. Они мне об этом не говорили, я знала, что мы как бы строим квартиру в Сочи, и мы хотели изначально переехать в город Сочи, но тут, под конец лета, мне родители сообщили, квартира в Москве достроена, мы переезжаем завтра. То, что я охерела, просто ничего не сказать. Я в этот последний день прощалась со всеми моими друзьями, и считала, что да, это действительно те люди, которым я хочу посвятить всю свою жизнь. Единственный друг, с которым я общаюсь по сей день из Челябинска, это моя лучшая подруга, уже сотый раз, наверное, я вам про нее говорю, ее зовут Арина. Мы с ней общались с самого первого класса, и она перевелась в четвертом классе в другую школу, но мы продолжали общение, продолжаем до сих пор, она моя самая лучшая и любимая подруга. Ну и вот, мои дорогие, я попрощалась в последний день со всеми, провела целый день с лучшей подругой, попрощалась с тем мальчиком, который мне был симпатичен, послала на три веселых буквы того пацана, с кем я встречалась, который употреблял запретные вещества. Ну и мы улетели в Москву. Я собрала все вещи, со всеми попрощалась, плакала очень долгое время, для меня переезд, давался очень легко, потому что я считала, что Челябинск это именно тот город, где будут все мои друзья. Не делая никаких выводов, я знала, что меня там унижали, терпеть меня не могли, не воспринимали меня вообще как человека, завидовали мне, потому что я на свои собственные деньги, на первые две тысячи рублей, смогла купить крутые штаны, которые некоторые девочки, унижая меня, себе позволить не могли, ходили просто в лосинах, они кричали, унижали меня, считали дерьмом, мажоркой уже тупо, потому что я купила штаны на свои деньги. Ну и я переехала. Переехала я в ужасном настроении, и не думала, что все будет настолько плохо, ну как бы во время переезда. Первый день в Москве, это был конец летних каникул, я увидела уже все сливы про меня, эту информацию от моего бывшего молодого человека, про меня, то, что он на выслушивал, и начал распространять слухи, чтобы все говорили, ой, она переехала, потому что мы ее терпеть не могли, ха-ха-ха, ребята, давайте ей поаплодируем. Кстати, упустила тему, где у меня еще украли телефон, когда меня один из старшаков позвал на его день рождения в гараже, и меня пытались споить, выливая в меня алкогольные напитки, я, естественно, не поддавалась этому, и потом, поставив телефон на зарядку, его у меня просто украли. А как оказалось, он лежал зарытый в землю, под камнями, и эта девочка слилась, а потом меня еще водили на всякие терки, переговоры со всякими быдлами в Челябинске, которые говорили, ну чё, я сейчас все порешаю, я тебе скажу, кто платит за твой телефон, ну-ка, давай-ка я тебе скажу, кто прав, кто так, кто не прав, я не понимала вообще, что за херня, это было перед летними каникулами, примерно за три дня до их начала, и да, я тогда была просто в шоке, потому что думала, что ну, возможно, как бы круто общаться с такими барыгами, людьми, которые торгуют всякой этой херней, и решают, чё там, кто шарит, кто не шарит, я говорила, ну, у меня украли телефон, как бы он весь поцарапан, он треснут, возможно, чтобы мне хоть как-то вернули деньги, или оплатили защитное стекло хотя бы, а у меня нет таких денег, ты сама виновата, что приперлась на этот день рождения, ты знала, что тебе никто здесь терпеть не мог, вот, и вот так вот мне это все давалось ужасно, и я просто не переносила этих людей, но сейчас возвращаемся к этой теме, переезд, переезд для меня был, ну, очень крутым, как бы, приехав в Москву, я была в шоке от того, что появилась такая большая квартира, что с деньгами вроде бы у нашей семьи все наладилось, да и до этого было вообще далеко неплохо, но как бы было круто, и считалось офигенным, что мы переехали в центр Москвы, и мне даже родители об этом не говорили, я была безумно рада. Летом я познакомилась с девочкой Марьяной через группу ВКонтакте «Знакомство Москва», она меня научила кататься на метро, я очень сильно этого боялась, не умела вообще переходить с одного цвета, точнее, с одной ветки на другую, ну, вы поняли меня. И я с ней познакомилась, по сей день общаюсь, она очень хорошая девочка, ну, и продолжаются там всякие сливы, у тех людей, с которыми я раньше общалась, которые унижали меня, и унижают по сей день, которые пытаются кинуть мне заявку в друзья, или отвечают на мои истории, зная, что я как бы уже более-менее набрала свою целевую, любимую аудиторию, активную аудиторию, ну, и некоторые пытались как-то со мной связаться, я, естественно, не читала сообщения этих людей, потому что, ну, это просто отвратительно, они меня так унижали, и сейчас, когда я более-менее устаканила все в своей жизни, они начали мне написывать, а ты приедешь в Челябинск, чё, нифига, ты стала популярной, не хочешь мне сигну сделать? И мне постоянно становится плохо от таких людей. Я всё равно люблю свой город, Челябинск — это потрясный город, где я родилась, где я выросла, и я ни в коем случае не унижаю людей в Челябинске, потому что там есть и мои близкие, и самые родные мне люди, и есть адекватные, и даже те, с которыми я поддерживаю общение, но я говорю конкретно про общество, с которым, к сожалению, связалась я. Я обустроила свою комнату в Москве, и уже начала зарабатывать свои первые деньги с Ютуба, смогла покупать себе какую-то одежду, помогать своим родителям, покупать какие-то продукты, откладывать деньги для помощи бездомным животным, и я помню, как я пошла в продуктовый магазин и, не рассчитав свои силы, купила огромный корм для собак, который весил больше меня. Я клянусь, он был вот такого вот, огромного размера, знаете, прям огромный биг наборы кормов для собак, и я тогда не додумалась вызвать такси, и просто от ближайшего этого магазина тащила этот корм у себя на руках. Я помню, как я останавливалась, как мне было плохо, как у меня болела спина, как я надорвала ее, как я ходила вся красная, еще встретила мальчика, с которым я начала общаться в это время, но он как бы жил на этаж ниже, он просто такой, типа, чего, может быть тебе помочь? Я такая, нет, спасибо. И просто тащила все для бездомных животных, чтобы отвезти в приют до дома сама. Меня потом родители чуть не убили, когда узнали, что я тащила на себе. Я сама это. Корм весил где-то, ну, килограммов 20-30, если не больше, это был, конечно, просто шок. Ну и прошли летние каникулы, я уже более-менее прекратила и окончательно закончила общение со всеми этими ребятами, которые меня унижали из Челябинска, и начала постепенно находить новый круг общения в Москве. Общалась с этой девочкой, каждый день гуляла с Марьяной, с которой я познакомилась в этом приложении, она тогда выложила фотографию, где сказала, Я покажу вам парк Горького, давайте погуляем. Кто хочет, у меня нет друзей, мы познакомимся. И я офигела, это было очень круто, мы познакомились и до сих пор общаемся. Ну и о переезде я вам все рассказала, я обустроилась, все было хорошо, я охерела, я была просто счастлива тому, что я переехала. Ну, потом была счастлива. Во время переезда? Нет, потому что, ну, как бы, я считала, что в Челябинске находятся те самые люди, которые будут меня поддерживать, не обращая внимания на то, что меня годами там унижали. Ну и следующая тема, о которой я с вами поговорю, это потеря головы. Да, как бы странно эта тема не звучала, но я действительно потеряла голову, у меня был такой период в жизни, когда вот в Москве я начала набирать популярность, начала зарабатывать хорошие деньги, ну, возможно, даже не хорошие, а просто нормально зарабатывать, и связалась с тусовками. Связалась я с тусовками, я уверена, очень многие видели всякие ролики или какие-то видосики, где я танцую в клубах, где я, возможно, пью какой-то алкоголь, я об этом жалею. Я связалась с богатой компашкой, которая водила меня по всяким клубам, я как бы была с ними, тратила на это деньги по 50, по 100 тысяч в клубе, я всохачивала просто на какие-то коктейли, на какие-то кальяны, или скидывалась на стол, как это называлось, тусила, тусила до 5 утра, тусила до 6 утра, до 7 утра, у меня были ночные тусовки, и моя мама, мои родители считали, что как бы я так убираю все свои проблемы, и что мне так спокойнее, потому что, ну, ночами я не спала, я просто тусила, слава богу, что никогда в жизни не сталкивалась с какими-то запретными веществами, это вот прям вот супер хорошо, хотя были такие знакомые, и я старалась сразу же прекращать с ними общение, слава богу, такого в моей жизни никогда не было, и я считаю это суперкрутым. Ну и потом я натусилась, и поняла, что как бы клубы, тусовки, это все не особо важно, это не круто, и у меня есть даже отдельное видео на подобную тему, где я рассказывала, из-за чего я решила пойти тусоваться, ну, как бы началось все с обычных блогерских мероприятий, в Челябинске блогеров как таковых нет, и поэтому в Москве меня начали звать на всякие тусы, считать меня уже популярным блогером, когда у меня стукнуло полмиллиона, 300 тысяч, 600 тысяч, 1 миллион. От мероприятий по ступенькам я шагала и пришла к каким-то тупо тусовкам, где я тусила, отдыхала и не уделяла как такового времени на съемку качественных видео на свой YouTube канал. Ну и сейчас это уже закончилось, как бы я уже очень редко хожу на какие-то тусовки, и отношусь к этому с пониманием, потому что мои родители тогда ночами не спали и думали, где я, что я, с кем я. Как я вспоминаю о всех этих ночных тусовках, охота просто забыть и вычеркнуть это все из своей жизни, но это видео душевное, и я хочу, чтобы вы просто все знали о моей жизни. Я уже где-то половину рассказала вам об этом всем. Ну и как бы тусовки. Я решила назвать вот этой темой потери головы, то, что я считала, что круто это тусоваться, там, я не знаю, брендовые шмотки, браслет Cartier, сумка Louis Vuitton за 200 тысяч, куртка Prada, которая стоит полмиллиона, да, и просто выкладывала это все. И именно от этого выстроился образ стервочки, богатой стервочки, как многие любят меня называть. На одном из интервью я сказала, что когда у меня в гостях мой молодой человек, мой папа иногда заходит в комнату и проверяет, все ли хорошо, то есть чем мы занимаемся, не ссоримся ли мы, без каких-либо намеков на что-то другое. Ну и аудитория подхватила эту тему, и сейчас по сей день под каждой фотографией, под каждым постом пишет, а что папа в комнату не зашел? В общем, вот такой вот ужасающий бред. Да, я нашла себе в Москве молодого человека, с которым встречаюсь по сей день, и для меня это что-то суперское, потому что он меня любит, он меня поддерживает, и мы встречаемся уже больше года, больше года с половиной даже, я бы сказала, и он самый лучший для меня в моей жизни, и я рада, что я его нашла, рада, что я с ним познакомилась, и познакомилась я с ним через свою подругу, которая позвала нас втроем погулять, сама не смогла, но и он мне написал директ, типа Карин, давай тогда погуляем вдвоем, почему бы и нет, мы пошли в кино, в общем, это была чудесная такая сказочная история, я тогда позабыла о всех этих людях, с которыми я имела какую-либо связь в Челябинске, которые меня унижали, гнобили, и считали меня не человеком, ну и по сей день я встречаюсь с этим прекрасным человеком, который тоже присутствовал в компании, вот в этой тусовочной, и мы как бы вместе с ним из этого вышли, вместе сейчас держимся за руки, идем, двигаемся, развиваемся вперед, только вперед, не оглядываясь назад, это самое главное, чему нужно придерживаться в жизни, идти вперед, не оглядываясь назад, несмотря на свои ошибки, потому что в своей жизни, даже в твоей жизни будет дохера ошибок, о которых ты будешь жалеть, дохера поступков, ну хочется тебе что-то сделать, господи, ну сделай, ты все равно поймешь, что этого делать не нужно, со временем, как родители нам говорят, дают какие-то советы, ты их не слушаешь, пока сам в это говно не окунешься, полностью, вы прям не утонешь в нем, и сам не выберешься, вот только тогда ты поймешь, что так делать не стоит, никогда вы не будете слушать ваших родителей, если они вам скажут, типа, ну не ходи по тусовкам, пока ты сам там не нажрешься, не набухаешься, в говно на пол не упадешь, я извиняюсь, ты не поймешь, что это такое, и что так делать не нужно, вот это самая нужная, и охеренская цитата, как я думаю, от Карины Аркелян, от меня, ну и последняя тема, это осознание, это осознание, я думаю, уже можно отнести к итогам сегодняшнего видео, оно, естественно, не закончилось, я могу еще очень много всего рассказать вам о своей жизни, потому что присутствовало дохерище, моментов, о которых я хочу с вами поделиться, и осознание, почему я именно так решила назвать последнюю тему, ну то, что в свой день рождения, 14 марта, вот когда мне исполнилось 17 лет, в этом году, я сняла один очень трогательный тикток, именно в то время, когда я осознала вообще суть происходящего, можете его посмотреть, да, я действительно заплакала, я заплакала, я заплакала искренне, и я поняла, что у меня есть чудесная аудитория, родители, которые меня ценят, которые меня любят, сейчас у меня появились цели в жизни, я начала откладывать деньги на что-то большее, не на сумки Луи Виттон, естественно, я могу себя так чем-то порадовать, чтобы не было, да, комментариев, если я вдруг выложу какую-то фотку с брендовой шмоткой к себе в Инстаграм, но не нужно сразу делать какие-то выводы, как любят делать это многие, знаете, я очень дружелюбный человек, человек, который любит знакомства, я человек, который вырос и прошел через весь этот ужас, я прекрасно понимаю всех тех, которые мне пишут, Карин, помоги, поддержи, что делать, если в школе унижают, да, закрыть глаза на это, кто вас унижает, человек, который сам в себе не уверен и самоутверждается за счет этого, дошлите вы его на три веселых буквы, нахер вам такие люди нужны, и знаете, вот недавно я решила познакомиться с одной компанией, я не буду называть их имен, эта компания как тиктокерская, да, ну просто как бы, знаете, поддержать общение, это всегда очень круто, знакомство, да, и тем более планы на лето, в итоге, да, чтобы вы понимали, я написала просто, привет, как дела, я не прочь познакомиться, и в ответ я получила вот такие вот сообщения, чудесные, не правда ли, по аватаркам можете догадываться, возможно, кому я написала, да и эти люди были подписаны на меня до этого, писали мне до этого, сами писали, но я как бы тупо не видела их сообщений, и когда я зашла в директ, и написала им, они просто удалили прошлые сообщения, и думали, что то ли я диалог удалила, то ли я как бы не видела прошлых сообщений, я захожу, и вижу, что они на меня подписаны, что они как бы мне писали, и это, наверное, еще одна тема, под названием ЧСВ, я уже отвечала на этот вопрос, и не один раз в своем телеграм-канале, как я отношусь к людям, которые считают, что высокая самооценка это круто, я всегда была дружелюбной, и почему бы не ответить, привет, да, конечно, приятно познакомиться, привет, нет, не интересует, или, блин, ну, наверное, да, а не, якобы, лук, слушай, ну да, я не заинтересован в общении, и как-то в этот момент я поняла, что нахер такое вообще нужно, зачем нужны в моем кругу общения те люди, которые позволяют себе так отвечать, которые считают, что от того, что я им написала, они стали крутыми, что у них, возможно, загорелась звезда, и без общения со мной до этого, я никогда не понимала вот этой вот фишки, типа унижать кого-то, обзывать кого-то, считать себя каким-то суперкрутым, все мы люди одинаковые, у всех нас есть жопа, писька, ноги, руки, губы, глаза, брови, уши, волосы, все мы люди, все мы одинаковые, но просто у некоторых внутри есть желчь, и на примере, да, вот есть оболочка, вот моя статуэтка в комнате, вроде красиво, все так офигенно выглядит, а башки-то нет, башки-то нихера нет, посмотрите, вот ну просто как бы офигенное, да, платьишко, очень все красиво выглядит, пытаешься посмотреть внутрь человека, или просто, что у него в голове узнать, и видишь вот это, ну просто отсутствие, именно так некоторые люди себя и преподносят, я считаю, что это не супер круто, и я надеюсь, что после этого видео у вас поменялось мнение о некоторых людях, я никогда не была конфликтной личностью, и если просто как-то кто-то меня на это провоцирует, я молчать не буду, никогда, я могу быть и строгой, и на голову тронутой, но я никогда не понимала тех зазвездившихся людей, которые считают адекватным отвечать на эти сообщения, и знаете, это обращение, наверное, к ним, идите вы, пожалуйста, я по-другому, но просто никак сказать не могу, все, кто меня унижали, и все, кто ко мне относились ужасно, отвратительно, идите, ну и я ценю вас, моих дорогих, любимых зрителей, которые имеют понимание, и видят, какие люди на самом деле, знаете такую поговорку, встречают по одежке, а провожают по уму, возможно, вам некоторые люди могут показаться супер крутыми, но внутри они гнилые, отвратительные, и просто ужас, которые считают, что они пупы земли, такие крутые, о, о, ты написала Юле, слушай, ну да я, наверное, такого же мнения, Юля же не может тупо прочитать твое сообщение, она должна всем рассказать о том, что ты ей написала, охереть, она ведь на тебя подписана уже целый год, в общем, ребят, никогда не понимала вот этой фигни, наверное, вот на этой чудесной ноте, я хочу закончить сегодняшнее видео, я рассказала вам все о своей жизни, о том, через что я прошла, с чем я сейчас столкнулась, что я поняла, что я не поняла, через что я перешагнула, и я надеюсь, что это видео вам понравилось, никогда не имейте супер высокую самооценку, все мы одинаковые, все мы имеем чувства, и все мы через что-то прошли, выбирайте правильный образ, к которому нужно стремиться, а не просто смотря на оболочку, потом обращав внимание на то, что внутри просто гниль, вонючая, обоссанная гниль, С вами была Карина, это, наверное, все, хотя охота продолжить это видео, и говорить еще несколько часов, наверное, сниму вторую часть, если на этом видео наберется 100 тысяч лайков, я вас люблю, будьте внимательнее, с вами была Карина, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok